Исследование пассивного дистриалия по традиции предполагает в первую очередь из толкования как раз антопоморного, это полуфизирующего, аллегорического смысла, когда обращенность к тем или иным животным образом и генезис этих образов призваны выявить механизм того, что сказали, которые не знали. Принять на пассивном дистриалию пролуба ожидаемым направлением толкования оказывается также и обратный механизм. Возвращение от аллегорического рассказания к жизнеподобию узнаваемости персонажа не только опосредованному в национальном контексте животное и человеческое качество и представляемое, но и в контексте непосредственного опыта жизненных наблюдений, раскрывающих между ними по банке и иными словами некую собственную уникальность животного, поэтическое представление которой создаёт в басне Крылова дополнительную эстетическую задачу. Эта задача переплетается с более традиционными рационалистическими и образно-смысловными конструктами и создавала в басне Крылова впечатление того тонкого яда, по словам Гугонского, цезировавшего в свою очередь басе с ученителя Азоник, который стал залогом достижения басенного жанра в пределах своих возможностей впоследствии некой исчерпленности. Подобная внутренняя напряженность текста, сочетающая в себе разнонаправленные, едва ли не противоположные механизмы и столкования как изображаемого мира, так и самому себя, обусловливает особое значение в подобных баснях метод критического компонента, благодаря которому многие из них получают возможность рассматриваться как своего древних поэта в эстетических спорах эпохи, как авторские грибологические декларации, более или менее непосредственно выявляющие внутренние закономерности басенного текста, что, вероятно, также обусловливало в конечном итоге его исчерпанность с точки зрения возможностей нормативно-традиционалистской поэтики и открытия неограниченного горизонта индивидуально-авторских представителей. И мне хотелось в этом сообщении взглянув на критерских котов и кошек меньшее из тропинетов, потому что преобладают его коты с учетом представленного механизма, как о совокупности образа смысловых напряжений между, с одной стороны, механизмом сказания, с другой стороны, противоположным направлением механизмам, предполагающим открытие привода собственного жидкого, и, наконец, с учетом тех поэтиологических возможностей конкретного басенного текста, благодаря которым Крыловское сочинение иной раз превращалось в своеобразную басню о басне, басню о возможности и невозможности написать басню, с которой он уже играет. Наиболее известным и, по-видимому, наиболее очевидным проявлением этой структуры была басня «Крыловый ход и повар», в котором именно богатейшие нюансы звуковой инструментовки и динамика картинок передаваемого к политическим синтаксисам в итоге потенциально выводят к атакам персонажа за пределы рационального осуждения. И конечность ситуаций при этом превращается в самоцель, ибо даже употребив власть по отношению к картопопорне в силах восстановить нарушение картопопорядок и очевидное непристрастие к высокопарным личам, но в самом начале, как помянутая ироническая характеристика его специфических нарушенных правил, навекает на истинную направленность осуждения. Так возникает некое впечатление авторской игры с читательскими ожиданиями. В Мирокрыловской басне «Конт» оказывается прав уже по такому, что он «Конт», и текаться с ним человеком в сущности не имеет никакого смысла, потому что перед этой немысливой органикой, перед этой бесконечной симпатичностью он обречет. Сюжет басни расспортится на нескольких взаимопроникающих уровнях. И, с одной стороны, это ироническое разоблачение пунктов, вот этих наборных правил, поясненных в скобках, которые не проявлялись, и на этот день Покубов побежал в кабак, он в этот день Покубов и ты измопалил. Следующая, далее, короткая строка басенного разнослопного ямба, когда у нас двухслопный ямб окружен двумя шестислопными строками, становится переходом к новому сюжетному плану, центром которого оказывается код. А до пастеречи с ясной от мышей как-то в пастае. Может, уже обратись, он увидит, но по кругу и так далее. Забитым сразу, что подобное построение образа, к тому же, также связанное с ситуацией появления кота, исходным зрительно-семантическим эффектом больера, остановки резкого переключения сюжетных планов, присутствовало в большей полоске басни «Волк и кот», где уже односторонная строка окружена двумя литистотами шестистоками, вот видит волк мой на заборе кота. И «Кот» и «Васенька» ему вдруг скажи-скажи. Простая номинация в этом случае «кота оставил», «кота» получает дополнительный метрико-ритмический импульс, обретает в итоге изобразительный потенциал, что способствует более органичному безусловному, с точки зрения, что подобное развертку и вводимых сюжетного плана. Получившие неограничные возможности распоряжаться к патенту повара Миле, его поварне, вспомнив предварившую картину авторскую лимарку, он с поварней прибежал своей в команду. «Васенька» в полной мере раскрывает свои собственные качества, становится собой, со всеми присущими ему органическими поварками, что и воспроизводит знаменитая литерация. Припав за русским плачоком, мурлыча и ворча путится над плачоком. У меня возник такой вопрос, я его просто произнесу, потому что мне показалось интересным. Интересно, когда в русском, в частности, языке возникла вот эта традиция звукоподорожательного обозначения «мурм», именно как звуки издаваривают ложки на булык, и очевидно, что у Крылова оно уже присутствует в мурлыче и ворча. Заданное его потенциальное переключение планов с точки зрения повара, но что, возвратясь, он выйдет, сталкивается с безусловной реальностью упоминающего свою добычу пока, в дальнейшем поддерживается контрастное взаимодействие литератически обусловленного, как он был, и монолог повара, и, опять-таки, безусловно, свои житейские параметности поведения важных. Говорится монолог повара, который я обущу, и выяснение в скобках. Абаська в судике Курченко убирает с сохранением альтераций звукоподорожательный, и, наконец, Абаська слушает доезд. В подобной ситуации, проанализированной негодным логовским баснем «Болк и Ягненок», риторическая убедительность персонажей неизбежно разрушается вторжением совершенно иной и более убедительной логики. Только там это была логика силы, а здесь, собственно, логика самой жизни, которая существует, сколько вне всяких выводов, оставляя лишь принять свершившееся когда-то съезденное жаркою или вернуть, употребляя власти ковра, ему неизбежно придется заново готовить уничтоженную власть криптуру. В целом, в басенном творчестве Крылова есть восемь произведений и восемь текстов, в которых в качестве персонажей действуют как и кошки. Кошек из них три. Примечательно, что подавляющее большинство из них, семь, представляют собой оригинальные сюжеты. Лишь басня «Собака, человек, кошка и сокол», основанная на классическом изотворском сюжете и менее всего, пожалуй, показателя менее всего интересного с точки зрения того, как вы представляете, там, кошачий образ. Обращает на себя внимание и также тяготение крыловских котов к сюжету речевой позиции персонажа-портагониста или, во всяком случае, условно говоря, положительного персонажа, действие которого правильным с точки зрения сложившегося порядка вещей и потому успешным. Примечательно в этом контексте, связанный с сатирикополитическими намеками Крылова на ситуации войны, басня «Щука и кот», который за пределы привычного выходит оба персонажа, однако, если действие щуки на суше терпит ожидаемая связка, то кот, столкнувшись с не очень свойственным к нему задачей, блестяще справляется с миром. Так, добрый час, пойдем, пошли за семь, натяжился, наился кот, и к умушкам траве идёт-идёт, а щупа чуть-чуть раньше жить разил укроп, и крыса в плоск у ней отмолит. Таким образом, в своей функции дизайнера, кот не только делает своеобразную заявку на то, чтобы сформулировать моральный лун в басе, смотри в бумажку не осрамиться, не так договориться, что дело мастера боится, слова отданные в коту, но, в конечном итоге, вполне имеет право и действенно завершить басенную историю, притом убедительность этого завершения вполне отвечает дидактической безусловности и авторскому выводу. Он ответил, что куме совсем не в силу труд, он замерто стащил её обратно в труд, и дело, эта щука, тебе на руку, вперёд умеет быть и за мушами не ходить. Голос кота уверенно занимает место авторского и формулирует урок в басне «Возгий год». Она представляет интересы к тому, что в данном случае эти кота, как участника социального диалога, полностью обуславливают возможности развертывания сюжета. Волк убегает от охотников, он последовательно называет волку имена мужиков во дворах, в которых он смог бы укрыться от своих пристанивателей, однако волк ранее уже сталкивался с каждым из них, тем или иным образом каждого из них обидел, поэтому открывающиеся сюжетные возможности, одна для другого за другой, на него неизбежно отпадают. Сюжетная цепочка в данном случае развертывается письма «Пучелки». С одной стороны, перед нами есть, собственно, изображальный сюжет диалога, пытающийся спасти вновь и пребывающий в спокойной уверенности своего жизненного превосходства. Кот, видевшийся ему, сидящий на заборе, и далее – беседущийся. Паралленно движется цепочка возможностей сюжетов, используя термон «Пучелова», формируемых коту, которую называют мужиков «Стебан», «Димьян», «Трофим», «Крим», возможные, добрые, хорошие мужики, которые могут помочь ему. И обновление этих возможностей, которые отсылают крайне совершенным действием Волка, вводящем эти сюжеты, связанные с прошлым. При этом перекличиваются еще, как минимум, две логические цепочки, по-своему раскрывающие в данном тексте более общие характерные геронационалистические поэтики и принцип исчерпывающего деления, некогда описанные по Умбянски. Потенциально, предполагаемый во всякой параллельной композиции, этот принцип поддерживает перчевую структуру. Вот у нас получается «Степан», «Димьян», «Трофим», «Клим», «Клим», «Кличи», «Васьки», «Баран», «Козленок», «Ягненок», «Теленок» в «Признанник Волка». Ну и далее там еще есть тоже такое исчерпывающее деление, связанное с глагольными обозначениями, потому что волк говорит именно о тех действиях, которые им против этих мужиков были совершены. Ободрал барана, унес козленка, залезал теленка. Все возможные, так сказать, злодеялья волка тоже оказывается теоретические. Эта свободность и неизбежно приводит к ощущению все объемленности, рационально-логически предопределенные, уже действие неизбежно исчерпывалости в том числе всего, что происходит. У всех мужиков есть разрешен передать волк другу, и таким образом нет человека, который был украл его. И вот как резонер и в какой-то степени бестиарный поэтолог, поэтолог опираясь на теорет Махову, позволил себе так его назвать в данном сюжете, и делает этот фунт, что «Вижу губ, ты всех деревья насолили», — сказал Васька Бога. Какую же себе защиту здесь сужину? Нет, в наших дружечках не столько мало толку, чтобы на свою беду тебя спасли они. И право, сам себя вини, что ты посеял, то и жил. Несколько особейков в этом, в котором бестиарный ходит в небо, оказывается в басне «Котенок и скворец», безусловно, представляющийся важный реплик у поэта, заучен в споре со скептической философией XVIII столетия, ну и соединяющий этот баснет в такой более сложный сюжет, в баснуре сочинительный разбойник из «Кошки» или некоторых других. И мы здесь тонкий яд искусительных речей изображается наиболее разношенно, а сила их воздействия на мины неотребшей и безусловно разоблачительна. В «Котенок» в данном сюжете, пожалуй, наиболее объемлемы в сравнении с иными крыльевскими «котами» и «кошками». Типологически на это может быть похоже в басне «Лев и Барс», где тоже мы не видим кота, а «Кот» обозначается в словах «Барса». Однако и в этом случае «Кот» как возможный переговорщик, там есть некая внутренняя напряженность, иронические характеристики. Зверевку не касись, но совесть в нем чиста, когда у нас на самом деле ироничество не совпадает ни та, ни другая характеристика. Тем более там возникает эта напряженность, поскольку «Кот» сопоставляется с возможными партнерными переговорами, предлагаемыми изначально ослом и лисицей, которых вместо осла в итоге выбирает «Лев». «Кот» «Аншет для «Скворца»» именно предмет той разрушительной, развращающей и убеждающей окилозурия. Не случайно, несмотря на свои внушительные размеры, этот «Котик» поездянный, в актерской характеристике и тих, и вежлив вписывален, он именно объектен. И в довольно редком углубом случае, там дублируется рифнующая строка, когда к схеме «Перекросный риф» будет добавлять еще одна строчка, строчка лишняя. Философ «Скворец» «Котенка» не предполагая возможных следствий своей философии. Вот как-то был в столе «Котенка» как зеленый, «Педняжник» мучит, «Задучий упродит на скучающий хвосток», «Поводит маска во хвосток» и жалобно меучит, а философ «Котенка» учит. У нас есть поведение «Котенка», у нас есть вот это нарочитое стремление «Скворца» преподать ему свою философию о том, что не существует совести, что все это предрассудки есть и слабых душ, одни пустые предрассудки. На свете кто силен, тот делал все вален. Вот наказательства теперь, а вот примеры. Тут выведя их на свои манеры, вот философию всю вычеркал до дна. Котенку он утащил, понравилась она, он вытащил и съел щебленка, разлапывал кусок такого котенка, хотя им голодом он утолить не мог, однако же второй он с большим успехом слушал и говорили с дворцом «Спасибо ему, наставил ты меня на луну и клетку, разломав, учителя коротку слушал». Но в данном случае я опущу прагмент «Скворца», связанный с историей стимистических поисков русской поэзии первой, третьей, девятнадцатого века, связанной с формированием школы гармонической точности, связанной в том числе с освоением сферы повседневного, как думается, предлагаемой в том числе среди прочего и появлением образов котов и вот в этой живописной изобразительности и связанной с этим биологическим потенциалом. Здесь помимо Крылова также присутствует безусловная фигура Дмитриева с его басней «Бедух, кот и вышелок», ну и пушкинские коты, соответственно, Крылова Дмитриева. От итогу хотелось подсказать, что кот вносит от них изначально заложенный в мире силы, силы, которая может пугать, как басит ваша муж и крыса, может доставлять неудобственность, которая опасна играть, но она существует, не признавая этому невозможно верно ориентироваться в том мире, в котором человек существует. Кот может издавать вектор этого верного поведения, авторской оценки как сюжетного плана басни, так и бессловесного развертки. Кот кошка может являться как роковая сила, доставляющая один из аспектов порока, это в басне «Собака, человек, кошка и сокон», либо один из аспектов бесцеремонной рецеперной власти, это басня «Кошка и соловей», которая включена в данном случае в доклад, но там вот именно «Кошка, как сила власти, ходили песни «Самоку», как в когтях у кошки». В некая вина любит выталуги Крылова. Работа с этим образом имела важное значение в оформлении новаторской поэтики в Крыловской басне, что, по-видимому, отвечало общей тенденцией развития русской поэзии культуры, в которой басены, которые под Крылова, под Крылова, также занимаются в этом месте. Спасибо. Спасибо большое. Дам вопрос. Спасибо огромное. Замечательный поэто-логический анализ, но я не поняла. А вот все-таки с политическими алюзиями Крыловскими как быть? Ведь вот что щука — это, допустим, там Кот и Ковар, разные источники зрения, там Барклэда то ли или Багдадо то ли, но насчет щуки вроде бы точно известно, что это Чичак. Не приведу к данному случае, поскольку у вас не только к котам это относится, вот кукушка и петух, да? Всем известно. И можно ее, конечно, воспринимать просто так, как мы ее как аллегорию лести им употребляем. Но если знаете, что это булгарит греч, то это как образ, потеряв для непосредственного восприятия вот этот актуальный исторический намек, потому что ясно, что она слабевает без современного читателя, то уже нуждается в дополнительном комментарии, начинает развиваться. И если по традиции мы рассматривали такого рода развития, как развитие в сторону этики, то вот мне хотелось посмотреть, насколько там возможно развитие в сторону баэкологии. Вот просто как бы мысль такая была, хотя, безусловно, вы правы, и, конечно, там этот политический контекст тоже надо упоминать. И, скажем, для баэксии «Кошка и соловей» там это будет тем более важно, потому что там этот, как бы сказать, политический намек переблетается с автобиографическим, и, соответственно, эта поэкология возникает сама в силе. Поэт не может петь в удушающих объятиях власти, и вот это, значит, кошка когда поймала соловья, хочет послушать, как он хорошо поймет, а он вместо этого ужасно ищит, и кошке не нравится это пение, по понятным причинам. Спасибо большое, да, безусловно, я вам согласен. Спасибо. Да? Нет? Большое нет? Вопросы? Еще вопросы есть? Если нет, мы благодарим за прекрасный доклад и всех, кем влашаем, чайным столом.